Здесь изображена входа Иерусалимская церковь, которая находится в центре города Тотимы. Этот собор сейчас известен во всем мире. Здесь находятся знаменитые тотимские картуши. Но совсем не это вдохновило художника на создание картины. Простота без всякой помпезности – главное в его творчестве, рассказывает Роман Захаров. Живописью мастер занимается уже больше десяти лет. Делится за это время в поисках сюжетов для своих работ. Он объехал всю Вологодскую область. Я здесь родился, мне нравится и жить здесь, и я здесь учился, и работаю. И поэтому именно хотелось показать не те помпезные дворцы или какие-то архитектурные большие сооружения, а именно показать то, что есть у нас, то, что это северное, может не такое яркое, но в то же время тоже интересно. Свою 15-ю выставку, которая открылась в Музее мир забытых вещей, Роман назвал символично – «Северная палитра». Ведь на экспозиции представлены полотна, отражающие всю красоту нашей области – от знакомых всем городских улочек до далекой увядающей деревни. Всего более 30 работ. На протяжении многих лет к Татьяниному дню, к 25 января, мы радуем Татьян и вообще Вологжан новыми выставками в залах третьего этажа. В этом году мы открываем выставку Романа Захарова «Северная палитра». Я думаю, что это вот такой яркий, эмоциональный, красочный подарок для всех гостей нашего музея. Многообразие сюжетов и тем на картинах Романа Захарова отражается и в цветах. Путем экспериментов и проб молодой человек получает самые разные оттенки – от тёплого шоколадного до холодного оливкового. При создании своих работ автор использует самую разную технику, многую из которых художник придумывает сам. Например, часто на его картинах можно увидеть вместо красок даже кофе, зерновой или растворимый. Его запах можно почувствовать даже сейчас. Первая персональная выставка мастера прошла еще в 2009 году. Тогда молодой человек только закончил профессиональное училище народных промыслов. Причем обучался Роман сразу по нескольким специальностям – художник росписи по дереву и художник росписи по ткани. Последнее одно из самых любимых направлений в творчестве, рассказывает Волокжанин. Он часто украшал красками даже декорации для детских спектаклей, а в свободное время расписывал одежду. Теперь свое мастерство художник передает детям. Мы начинали тогда с очень простого. Знаете, джинсы расписывали, детям нравится, дети там намалюют. Потом вот какие-то такие простые вещи у нас в клубе есть, целое полотно, тогда был юбилей нашего города. И вот с детьми вместе расписывали. Там каждый свою крупицу внес. Работы мастера уже давно популярны не только в нашей области, но и по всей России. Свой батик Вологодский перезвонный художник подарил патриарху московскому Алексию Второму, когда святейший приезжал на Вологодщину. Посмотреть работы художника на новой экспозиции можно до 20 февраля в музее «Мир забытых вещей». Елена Рожнова, Василий Попурин, Новости Вологды. Субтитры создавал DimaTorzok